Лисачос, Франция, Европа должна повернуться к Уралу, чтобы найти свое будущее. Эдуард Титро, Лисачос, Франция. 9 сентября 2019 года. Сегодня большой Европе угрожает уже не внутреннее противостояние, а две хищных державы 21 века. На востоке, Китай Сицзиньпина прокладывает шелковые пути, покупает земли, порты и природные ресурсы. На Западе, США Дональда Трампа утверждает свой цифровой, юридический, валютный и военный империализм. Странный союзник, который без конца оскорбляет и шантажирует партнеров. Так, какова же судьба Европы? Нынешнее доминирование США или будущее разграбление Китаем? А, может, третий путь, путь стратегической автономии. Стратегические партнеры, но как добиться такого сближения с государством? Который без конца демонстрирует плохие манеры и ведет себя угрожающе. Чай с полонием посреди Лондона, волна фейков в соцсетях, реализация доктрины Герасимова по подрыву западных демократий, гибридная война на Украине, финансирование практически всех европейских ультраправых партий, список российских бесчинств в Европе выйдет немаленьким. Условия договора сейчас, когда российская власть ослаблена плачевным положением дел в экономике и внутренними протестами, пришло время положить конец ее неблаговидной деятельности и создать условия для новой договоренности. Перед нами стоят те же самые приоритетные проблемы. Радикальный исламизм и демографические бомбы замедленного действия вокруг Укаспийского, Черного и Средиземного моря. Борьба Китая и Америки за мировое лидерство в 21 веке. Стареющее население и слабый структурный рост экономики. По примеру того, как европейское сообщество сначала выстраивалось вокруг угля и стали, сближение с Россией можно начать с объединения ключевых навыков и ресурсов. Прежде всего, это касается ископаемой ядерной энергетики, немецкий уголь, французский ААС, российский газ. Вторым приоритетом является цифровая сфера, где сегодня Европу каждый день грабят и подчиняют американские инфраструктуры и платформы. Завтра им на смену могут прийти китайские. Отметим, что в России существует собственная эффективная и независимая поисковая система, Яндекс, который все же недостает французской схемы цифрового предпринимательства, способной создавать занятость и богатство. Хакеры, боты, тролли и фейки не помогут самой большой стране мира вывести население из бедности. По показателю ВВП на жителей она находится на уровне Венесуэлы или Кубы. Море возможностей. В России существует целое море возможностей для сотрудничества России с Францией и Европой. Но успех возможен при выполнении трех условий. Прежде всего, следует создать условия для регулярных встреч и проверки искренности намерений. Далее, нужно убедить Скандинавию и Восточную Европу в обоснованности стратегического сближения с угрожающим соседом. Наконец, необходимо добиться устойчивого мира на Украине, которая является пограничной страной между католической Европой и православной Россией и должна остаться ей. Выходки наших традиционных англосаксонских союзников, есть надежда, что это временное явление, говорят о необходимости подготовить поворот в сторону Евразии. Но без наивности и без принесения в жертву наших союзников с севера и востока Европы. Начатая президентом Макроном в Бреганце не шахматная партия, только набирает обороты. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.